Со сцены Рахманиновского зала звучит увертюра к опере «Деревенское ворожее». Так получилось, что произведение 1778 года – это то музыкальное наследие, которое объединяет культурное прошлое сразу двух стран. Москва 18 века насчитывала 20 частных оркестров. На должность копельмейстера и другие ключевые позиции было модно приглашать немцев. Некоторые из них становились композиторами. Произведения, составленные ими, зачастую попадали в копилку частных нотных библиотек. Впоследствии большая часть ценных экземпляров погибла в огне пожаров и войн. Павел Сербин, художественный руководитель оркестра «Пратум Интегрум», много сделал для возрождения утерянных нотных памятников. «Где-то приблизительно с 1997 года я начал этим заниматься. Я еще тогда был студентом первого курса консерватории. И я уже ходил в архивы и эту музыку восстанавливал. Она часто хранится в разрозненных оркестровых голосах. А нам нужны партитуры. Соответственно, по этим голосам вы вместе их совмещаете, делаете партитуру. Это очень тонкий, кропотливый процесс сродни реставрации антикварной мебели или музыкальных инструментов». Чтобы звучать так же, как это делали немецкие коллеги два столетия назад, коллектив оркестра «Пратум Интегрум» берет в руки лишь музыкальные инструменты, созданные в XVIII веке. Из современного только точные реплики по оригиналам того времени. «Здесь, может быть, непосвященная публика, когда придет, увидит скрипки, виолончели, контрабас. Но на самом деле у них даже струны другие, не те, на которых сейчас играют, а еще и вдобавок и смычок другого строения. Ну, то есть специалисты это видят, а публика непосвященная, она, конечно, услышит. Потому что все это отражается на звуке, и вот та красота, которая была в XVIII веке, которая сохранилась в архитектуре, вот такая же красота, необыкновенная, преподносит нам музыка того времени». Организаторы 15-го юбилейного фестиваля «Дни Германии в Тамбове» ждут в этом году и гостей из-за рубежа. Среди них дирижер Клаус Бауэр, а также пианист-доцент Берлинской высшей школы Никита Валов. Ожидается, что программа 15-го фестиваля будет не менее насыщенной, чем торжественное открытие. У Тамбовчан будет две недели, чтобы насладиться произведениями немецких композиторов. Ну а в заключительный день, 22 октября, на сцене Рахманиновского зала выступят победители конкурса «Путь к совершенству». Марина Корякина, Евгений Михеев, Анна Мусатова, «Оплась новостей».